друзья всех приветствую на своем канале сегодня будем заниматься ремонтом вот этого мотора на 7 лошадиных сил от мотоблока расскажу что с ним предысторию его что с ним произошло и постараюсь ответить на комментарии которые мне там пишут спрашивают люди вот у меня мотор допустим там стреляют в глушитель проблема там на определенных оборотах или еще что-то происходит ну и вообще расскажу немножко с тем с чем я сталкивался при ремонте данных моторов это обычно китайские двигатели название может быть любое но это обычно китайский мотор разница в них там от модели там разного производителя там еще что-то как-то называется минимальная то есть там ну распредвал может отличаться может отличаться декомпрессор который установлен на распредвале вот ну и по ходу сборки вот этого всего буду вам постараюсь ответить на ваши комментарии извините ребята если кому-то не ответил ну пропустил там комментарии я стараюсь все читать но занятость сумасшедшая поэтому не всегда получается всем ответить и в общем сейчас постараюсь на большинство вопросов которые мне задавали в комментариях ответить в этом ролике ну по ходу сборки этого двигателя и про него конечно расскажу вам все по на легче собирать и так ребята расскажу немножко предысторию этого мотора значит работал он у человека все было замечательно хорошо в один прекрасный момент он залог завести его не смогли отдали там мастеру мастер что-то там с ним дел в общем мотор заработал поработал буквально там со слов хозяина немножко и начал вести себя неадекватно в том плане что неправильно мотор работает горит тяжело ему работать слышно по нему что он знаете за как ну со слов хозяина реза водишь даже на холостом ходу стоит тут какая-то как нагрузка чувствуется хлопки горит то глушитель то в карбюратор идут и причем эти хлопки при работе горит если завел стоит работает работает потом начинает хлопать глушитель при заводке надо выстреливает в карбюратор в общем как то так вот поэтому масло он кстати говоря не жрал масло этот мотор не не брал ни грамма все здесь замечательно с ним но хозяин этого двигателя попросил сделать полную разборку дефектовку что нужно заменить вот значит куплены у меня здесь полном объеме запчасти карбюратор вот кому интересно цена у меня в городе на новый карбюратор клапана комплект прокладок и кольца еще купил на него значит цилиндры здесь в хорошем состоянии все промерено поршень тоже его видно что он видимо когда-то он менялся то есть выработка на парше на поршни минимальные колечки будем менять по карбюратору почему купил новый карбюратор это именно тот случай когда невозможно починить карбюратор то есть я его пытался когда его привезли ко мне на ремонт я его заводил да сейчас туда в комментариях напишет вот не показал и третье десятое но я не планировал такого рода ролик снимать поэтому извиняйте видео не снимал как его заводил неправильно работает мотор сразу скажу очень неправильно хлопки идут непонятно как работает вот пытался прочистить карбюратор и промывками разными и ультразвуковой ванне у меня есть ванночка такая пытался пробить но здесь один из каналов на глухо забиты поэтому карбюратор работает неправильно совершенно неправильно ставочку ты тут я уже притер кстати авария изначально когда снимал карбюратор вставка была была поведенная вот это поэтому он не работал при открытии воздушной заслонки мотор сразу лох вот ставка была поведена притер карбюратор пытался прочистить не получилось собрал он завел эффекта 0 скажем так неправильно работает мотор сейчас будем собирать и заодно на некоторые вопросы ваши отвечу которые задавались в комментариях наши ребята спрашивал у меня там человек как-то ударит мотора завожу идут хлопки в глушитель периодически то есть двигатель работает и такие прослушаются хлопки в глушитель расскажу чем я сталкивался очень очень часто при такой проблеме первое это первую очередь клапан выхлопной клапан то есть в результате неправильной регулировки клапанов выхлопной клапан перестает закрываться нормально подгорает и когда он закрывается остается на выхлопном клапане вот здесь зазор в результате чего у вас идут такие хлопки в глушитель то есть мотор стоит работает даже на холостом ходу стоит работает и как бы такие прослушаются такие хлопочки то же самое здесь то есть если посмотрите вот вот он выхлопной клапан он подгоревший вот такое состояние было когда его перед разбором я проверял зазор клапану клапан выхлопной здесь был поджатый то есть зазор стоял неправильно в результате нагрева естественно этот зазор уходит клапан полностью не закрывается седло здесь целое клапан подгорел увидите сами вот поэтому клапана меняем не один опара меняю почему потому что она всасывающим клапане здесь постелька клапана вот здесь вот кромка она уже просажена сильно поэтому только замена клапанов вот еще из-за чего с чем я сталкивался по какой причине такое происходит то есть хлопки в глушитель это не работает декомпрессор декомпрессор установлен на распредвале вот так он выглядит он центробежного типа то есть в чем его задача вас верхнее положение до клапан открытый начинает закрываться и вот здесь в этом моменте где вот толкатель вот этот маленький не толкателя вот это вот плавочка стоит клапан у вас полностью не закрывается то есть стоит при открытой это позволяет запустить вам легко мотоблок то есть нет удара в обратную так называемого когда говорят что мотоблок дерется это если вы зазор неправильно выставили у вас зазор на клапане на выхлопном большой у вас толкатель здесь не ну как сказать полностью не при клапан закрывается и поэтому получается удар в обратную когда заводите вот так вот причина еще одна хлопков глушитель это не работающий вот этот вот декомпрессор то есть бывает такое что он остается в таком положении закрыты и все и у вас клапан выхлопной естественно не закрывается не наоборотах никак даже на холостых и идут хлопки в глушитель то есть тут принцип такой центробежного типа мотоблок когда завелся за счет центробежной силы вот это вся вот так вот вещь отодвигается и у вас клапан полностью закрывается все сталкивался при ремонте что вот эта вещь клинит в таком положении клапан полностью не закрывается идут постоянные хлопки в глушитель то есть выхлоп как бы прослушаться это еще одна причина сталкивался с таким что неправильно выставлено шестерня вот это вот распредвала здесь метки есть относительно коленвала выставлять нужно правильно бывало такое что промахивали с метками при ремонте и то же самое было стрелял в глуши попадалось у меня пару раз что стрелял глушитель мотор как-то привозили которые заводился но во время заводки были сильные хлопки прям в карбюратор выстреливала причем выстреливала так хорошо пламя если фильтр воздушный снимаешь заводишь пламя выдавала в карбюратор хлопки которые происходят у вас глушитель или в карбюратор еще могут быть связаны с вот этой системой то есть вот на двигателе установлен датчик уровня масла и управление этим датчиком то есть управление датчика выглядит вот так это электронная схемка которая крепится вот здесь на двигателя таким образом вот бывает такое что этот датчик дает сбои и зажигание идет то с опережением то позже идет естественно будут хлопки поэтому всем всегда рекомендую прежде чем лезть куда-то там в дебри проверьте вот эту вещь проверьте регулировку клапанов то есть вот эту вещь можно отключить и проверить правильность работы встречался я также с такой неисправностью когда на маховике вот здесь маховик на нем магнит расположен и такая знаете непонятная работа двигателя тоже было такое ощущение что с карбюратором какая-то проблема но там человек как бы говорит я карбюратор но поставила ничего не поменялось когда я снял вот этот кожух на маховике магнит был поврежден то есть лопнутый магнит был естественно при прохождении мимо катушки зажигания видимо неправильно давай давать давалась искра и по разному мотору общем как-то непонятно работал то есть холостой то нету то хлопки какие-то что-то там с ним происходило вообще неправильно работал вот досмотрелся я пришлось монета отдельно не нашел пришлось менять полностью маховик из-за катушки зажигания но это редкий случай чтобы заказа катушки зажигания у вас там что-то там с мотором происходило катушка обычно или работает или не работает совет совсем все общем погнали сейчас притираю клапана моем головочку от всей этой грязи и дальше вам по ходу сборки буду рассказывать отвечать на ваши вопросы головка собрана клапана притерты установлены что хочется сказать если кто-то сам будет заниматься такими делами имейте ввиду клапана разные впускной и выпускной клапана не отличаются но здесь вот по маркировке они даже отличаются и по размеру на впускном клапане он примерно на один миллиметр но это приблизительно на один миллиметр больше чем выпускной клапан поэтому на это внимание обращайте вот после притирки естественно все промыто прочищена все маслосъемный колпачок который установлен на всасывающим клапане новый стоит там если пружинку снять вот это там маслосъемный колпачок стоит обязательно проверяйте почему потому что если он задубил мотор начнет потихоньку поджирать масло здесь колпачок пока не ставим если кому интересно выглядит вот так устанавливается он на выхлопной клапан на выхлопную так стоит почему сейчас не ставлю потому что сейчас головку прикручивать чтоб он не потерялся поэтому пока его не ставим прикручу головку когда уже все это будет установлена после этого установлю этот колпачок поршень с новыми кольцами установлен вот соблюдайте метки метка на поршни нужно в эту сторону смотреть вот и теперь кто-то мне там в комментариях писал я собирал мотор помнится читал говорит хочу не показал как кольца устанавливать все элементарно ребят делите поршень вверх на три части и ставите прорезями допустим сюда кольцо сюда кольцо прорезями сюда кольцо это если у вас маслосъемное кольцо но цель на здесь наборной маслосъемного кольцо поэтому я здесь ставлю каким образом палец на поршня вот с этой стороны расположен понимаете да и одно кольцо ставлю сюда прорезью одно сюда прорези а маслосъемная она наборной с двух колец там посередине сепаратор находится маслосъемная ставлю сюда прорезью одну одно сюда прорезью ставлю но это я так ставлю если кто-то ставит по-другому ну пожалуйста напишите в комментариях интересно будет почитать а ока установлена естественно прокладка там новенькая стоит и ребят очередной постараюсь ответить на вопрос человек не там писал мотоблок взывает мощности то есть газу даешь нифига не поднимает оборотов мощность нету двигателя все остальное так я значит сталкивался при такой проблеме с какими поломками ломает коромысла вот эти вот в этом месте вот здесь вот где упор стоит у него появляется трещина в результате чего клапан полностью не открывается естественно теряется мощность еще одно это забитость фильтра воздушного фильтра естественно мотоблок теряет мощность еще одно это неправильная регулировка вот этой тяги регулятора оборотов то есть или неправильная тяга стоит вот это здесь в результате чего ну я не знаю по разным причинам может это происходить может человек там полез как-то что-то их переставлял да и неправильно установил в результате чего мотоблок не может развить полностью полную мощность также такое происходит из-за карбюратора неправильной регулировки карбюратора тоже мотоблок может не развивать мощность и еще одно с чем я сталкивался сейчас покажу сейчас пока мотор разобраны вот я вам покажу в двигателе установлен установлен регулятор оборотов выглядит он вот так принцип его действует тоже центробежный то есть когда мотоблоки вы даете газа вот это пиццик внутри вот он за счет центробежной силы раскрываются он они лепесточки пиццик выходит отсюда бывает такое что то он вот здесь он просто снимается вот вверх если вы поднять он просто снимается да у меня на канале есть видео где вот эта вещь то есть вот этот колпачок пластмассовый он одевается на металлический шток пластик ведет он начинает заедать и полностью не может вам поднять обороты те которые нужны его так продолжаем дальше его собирать этот мотор а да друзья забыл совсем сказать кому интересно датчик уровня масла выглядит вот так вот на двух винтах прикручены на двух болтиках вот он стоит до от него идет проводок вот он прикручен и выходит да поэтому вы не думаете если вы открутили вот эту вещь вы достанете датчик нет вы не достанете вам нужно снимать переднюю вот эту крышку надо будет снять чтобы его снять этот датчик но своему опыту скажу что обычно этот датчик никто не меняет его или просто отключают просто-напросто ну я вам так скажу ребят что чисто мое мнение до датчик этот как бы нужен но если вы не следите за уровнем масла если вы там мотоблок оставляете работать на поле и куда-то отвлекаетесь тогда он вам нужен если вы следите за уровнем масла вы там контролируете все то он как бы бесполезная вещь да в принципе он предназначен для того чтобы если у вас мотор мотоблок который идет по пахоте куда-то завалился угол сильно чтобы не было масляного голодания у вас мотор заглохнет вот и все вот для этого он нужен скажем так здесь ну и при понижении уровня масла естественно тоже мотор будет глушиться поэтому кому интересно выглядит он вот вот так вот так ну что моторчик собрал что значит было сделано сальники на двигателе я поменял но не стал это показывать вот в ю тубе там на площадках на разных много роликов на эту тему карбюратор установлено новые кольца новые стоят вот прокладки естественно все новые стоят вот что хочу сказать по поводу карбюратору для мотоблоков если вы новый покупаете карбюратор дата ну в основном он не требует никакой регулировки то есть вы покупку купили в магазине установили все у вас должно работать за редким исключением если конечно у продавца допустим есть друг какой-то товарищ который занимается вот такими вещами брал его для пробы попробовал там ничего не изменилось он его вернул магазин карбюратор этот мыли очистили опять запаковали и вам продали естественно там все регулировки будут забиты вот надеюсь та информация которая я рассказал будет полезно может быть я что-то и упустил так сразу все и не вспомнишь бывают какие-то нюансы по ремонту какая-то но это основное будет интересно почитать конечно что у вас какие случаи там были может кто-то сталкивался с каким-то ремонтом все обязательно все комментарии читаю по возможности стараюсь людям отвечать вот ну а счастью давайте попробуем завести долго молотить им не буду почему потому что вы сами видите воздушного фильтра здесь нету хозяин этого двигателя не привез фильтр поэтому ну для пробы завести посмотреть как он работает немножко вот ничего страшного в этом не случится если без фильтра заведете и он немножко поработает поэтому запустить масло залил сюда кстати говоря кому интересное масло просто на разлив покупаю по-моему или рост нефти или лукойл что такое ну недорогое масло 10 в 40 обычное автомобильное масло вот у нас разлив проверено это все уже годами и вообще без проблем так что погнали общем сейчас с мастерскую вы вынесу на улицу и попробуем его запустить взял с собой такую глушилку кто не знает то вот это провод глушение двигателя его просто если на массу закоротить мотор у вас заглохнет ну таким образом так открываем топливо воздушная заслонка закрыта пробуем запускать так вот так вот так вот так вот Продолжение следует... Так, ну что, ребят, все прекрасно видели сами, моторчик запустился, все хорошо, правильная работа карбюратора, то есть заводите, воздушная заслонка закрыта, в большинстве случаев даже на горячую, почему, потому что производитель идет по пути малого расхода топлива, скажем так, и обычно уровень бензина в поплавкой камере занижены, поэтому приходится... Вот у меня лично мотоблок, я вам скажу такое, что даже на горячую он не заводится, пока не закроешь воздушную заслонку, бесполезно, вот, поэтому я сразу закрываю воздушную заслонку, даже на горячую завожу, после этого открываю, и все прекрасно работает. Теперь немножко про него еще чуть расскажу. Датчик здесь, вот этот датчик я отключил, видите, да? Хозяина предупредил, потому что он, бывает, дает сбои, но хозяин, я такой человек ответственный, говорит, что я слежу постоянно за уровнем масла, на поле я в огороде мотоблок заведенным не бросаю, если, ну, знаете, бывает такое, там, работаешь мотоблоком, там, кто-то с улицы вам, а, и Петрович, там, Иваныч, и вы там, сейчас иду, и мотоблок оставили, он стоит молотит, а сами пошли. Вот тогда это страшно, да, то есть, если у вас датчик будет отключен, и не дай бог мотоблок куда-то упадет, завалится, мотору придет хана, он клина словит сразу, вот, но всем рекомендую всегда, если этот датчик отключен, ребят, ну, не оставляйте, смотрите за уровнем масла, и всегда, если вас кто-то отвлек, ну, заглушите мотоблок, подойдите там с человеком, поговорите, потом подойдете, заведете, продолжите работу. Ну, вот так вот, небольшой ремонтик, надеюсь, кому-то такая информация будет полезна. Все, всем удачи, до новых встреч! Продолжение следует...